Продолжение следует... Есть прекрасная пословица – от судьбы не уйдешь. Если перевести на язык правоохранителя, от закона тоже невозможно уйти. Рано или поздно виновные будут пойманы и понесут справедливое наказание. Сегодня мы как раз расскажем об истории, окончательную точку в которой поставили спустя 20 лет. Все произошло в хуторе Воровском Ставропольского края в 2000 году. Светочка, ты где? Привет! Я дома! А, вот ты где! Ой, Славик, привет! Ты сегодня раньше? Ой, а что это за цветы? По какому поводу? А женщинам надо дарить цветы. Без повода и без причин. Ой, своих у нас как будто мало. Спасибо, Славик. Мне приятно. Очень. Я очень люблю твою улыбку. Твоя заслуга. Пойдем в дом. Ужин уже готов. Пойдем. Как дела на работе? Ой, да сегодня что-то не очень, Свет. Понаберут бездари. Внутри, честно говоря, аж закипает все. Что такое, Слав? Это кто? Да работают у нас там на заводе одни. Ну как работают? Одно название. Штаны просиживают. Я их как старшее поколение учу. Показываю, как делать. А они только в ответ хамят. Больше ничего. Все. Приходишь с работы и забываешь все. Кушай. Сейчас дочка придет с минуты на минуту. Привезет вещи на продажу. Как тут забудешь, что проработал? О, нет, Свет. Это другое. Это для души. Мам! Пап! Вы в доме? А вот и Верочка. Да, дочка, заходи. Ой, вы ужинайте. Привет, папа. Будешь с нами? Ну не, мам. Я вещи завести. И дальше поговорю. Давай посмотрим, что ты сегодня привезла. Давай, Каня. Я ориентировалась на прошлый раз. Что в прошлый раз хорошо брали. Вот взяла тапочки в огороде ковыряться. Ну, типа таких. И тут маечки всякие. О, в прошлый раз соседи меньше, чем за неделю все разобрали. Такое добро только в город могут привезти. А не каждый поедет. Сейчас время такое нигде не достать. Хорошо, что связи нашла, чтобы привозить. Вези, вези, дочь. Будет чем матери заниматься, помимо дома и огорода. Пусть занимается. Прибыль приносит и хорошо. Ну, если в этот раз хорошо разберут, я в следующий раз две такие привезу. Ой, того и гляди. Наша мама станет главной предпринимательницей хутора. Ой, слава. Ой, мам, а вот это вообще с руками разберут. Это турецкий хлопок. Красиво. Муж, он работал на заводе, занимал руководящую должность. А супруга, она занималась реализацией вещей и продуктов питания из места своего жительства. Семья характеризовалась положительно, спокойная, на хорошем счету он был на работе. Жили они вдвоем, дети уже были взрослые, дочка жива уже в другом городе. Ну что, брат, что с великом? Да тормоза опять накрылись. Не знаю, ничего интересного. Слушай, разговоры есть. Короче, мать опять с батей про нас говорили. Что именно? Да мать жаловалась, что опять не работаем, на шее сидим. Ну да, не работаем, но на заводе-то работали. И чем это закончилось, ты помнишь? Да если б не дед, тот. Ну да, ну в деревне наша глухо совсем. Пасти коров, овец, ну не хочу, это не наше вообще. Не-не-не-не-не, я в кашару не ногой, это вообще не мое. Да у пацанов спрашивал, тоже голяк по работе. Я же говорю, нам держаться нужно вместе, ты понимаешь, брат за брат, это же наше. Мамка, это право, работа здесь не нужна. Если не здесь, то может уехать куда-то на заработки. Брат, ты как сезвекай снял. Ну, если у меня идея получше. Кто откажется от быстрых денег за короткий срок? Это какая такая идея? В кратчайший срок заработаем много денег. Да давай, рассказывай уже. Братья, они все работали в колхозе, в том числе и другие фигуранты уголовного дела. Старший из них, он проходил воинскую службу в Чечне, участвовал в боевых действиях, в связи с чем он пользовался у них авторитетом. Был, так сказать, главный в их компании. И все фигуранты работали там же, по месту проживания в колхозе. Ну, соответственно, семьи у них были материально не обеспечены, нуждались в денежных средствах, и это их исподвигло. Так, сегодня буду, как обычно. Светочка, приготовишь свою фирменную картошечку сегодня? Обед. Славик, обед не забудь. Ой, чтоб я без тебя делала. Да ладно, давай, иди. И я тоже уже пойду, девчата спрашивают про товар, когда принесу. Все, до вечера, до вечера. Смотри, какие зажиточные, у них и деньги по-любому есть. Мать рассказывала, что она тряпки какие-то продает. Типа бизнес мутит. Я тебе про это говорю, у них бабла по-любому много дома. И что, сейчас что ли? Ты что, дурак, Мишка, я тебе говорю, вам подготовиться нам надо, помощники нам нужны. А где мы их найдем, помощников? Пойдем к пацанам, им предложим идею. Погнали. Здорово, парни. Здорово. Привет, ребят. Максон. Привет. Ну что, рассказывайте, какие новости, что с работой? Ну, если честно, не очень. Да забей ты на эту работу, пофиг на мне. Работать на море надо ехать. Слышь, ну до моря-то доехать как-то надо, деньги-то нужны. Где их взять сейчас? Короче, семерки бы, вы знаете, у нас на хуторе. Так это тетя Света и дядь Слава. А это тот тип, который на кирпичном работают? Ну да, он занимает какую-то там высокую должность, я точно не помню. Ну, одно точно знаю, что бабок у них много. Еще Светка вещи здесь по хутору продает, дочка их Варька привозит. Налички там много. Да не, не, вы что, они нас знают. Они мою родню знают, они общаются даже. Да не сыты, никто не поймет, что это мы. Никто даже не догадается. И как же? Есть у меня тема одна. Ты где это барахло достал? Макс, хочешь жить, умей вертеться. Знаешь такую фразу? Слушай, прям как в кино круто. Ну что, вы в деле? Да без базара. Подожди, подожди, ну а если они проснутся? Будем действовать по ситуации. Ты в деле? Ладно, я в деле. Но только после этого сразу едем на море. Все будет. Сейчас просто самый сезон. Все будет, будет. Ну, короче, я же говорю. Здесь они уже все совместно, проводя время, они решили совершить нападение на эту семью. То есть не от кого-то конкретно было, а в разговоре о том, что у этой семьи могут быть денежные средства, и можно, так сказать, обогатиться. Коль, связать я с ним. О, пацаны, смотри, что нашел. А зачем он тебе? Ну ты чё кино не смотришь? Там же по-любому, если банда идет на разбой, то все, оружие с тобой обязательно. Макс, молодец, все это, оно точно пригодится. О, пацаны, а я там этот, я видел гвоздодер. Тащи, тащи, тоже им тоже понадобится, берем. О, все, отлично. Видал? Да. Это как раз то, что нужно. Все, хватает, погнали, давайте. Все, уходим, уходим. И уже в дальнейшем они начали планировать совершение данного преступления. Они заранее, значит, подготовили одежду, в которой будут совершать преступления, маски, перчатки, орудия преступления, монтировку и обрез охотничьего ружья. Также подготовили скотч, чтобы связывать жертв. И эти все предметы, они спрятали недалеко от домоводения потерпевших. Для реализации своего преступного плана четверо парней приготовили не только орудия и необходимые вещи, но и создали себе алиби. За несколько дней до той самой ночи они покидают свои родные дома, а близким, говорят, заранее придуманную легенду. Проживающим в соседнем населенном пункте, где провели у него ночь, утром ему сказали, что уезжает на свадьбу в город Краснодар к своему другу, попрощались с ним. И на частном такси направились в сторону хутора, где они проживали и где планировали совершить место преступления. Не доезжая 3 километра до населенного пункта, они вылезли из машины и направились в лесопосадку, где стали дожидаться темноты. Зачем ты дверь запираешь все время перед сном? Ну, а как же? Привычка. Так кто к нам придет? Тут все на хуторе и друг друга знают. Свет. Ой, мне так спокойнее. Ой, женщина, ну за все беспокоиться. Ну, это что-то я притомился сегодня. Спать. Я в снох валюсь. Спокойной ночи. Пойду я, наверное, отдыхать. Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я чуть приберу и приду. Хорошо. Уже когда стемнело, они уже направились как раз к месту преступления. Они подошли к месту, где спрятали одежду, переоделись и взяли орудие преступления, скотч, маски, одели перчатки и направились уже непосредственно для совершения преступления. Кроме того, в тот день, в ту ночь, была гроза, дождь. И когда они вот пришли уже к месту совершения преступления, к домовладению, они перелезли через ворота на территорию двора домовладения. Дверь была закрыта. Дверь была закрыта. Дверь была закрыта. Дверь была закрыта. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...